Ленин один из немногих, если не единственный крупный политический деятель, так и не написавший свою автобиографию. В архивах был найден единственный листок, где он пытался начать в своей жизни описание, но продолжение так и не последовало. К счастью, эту работу за него сделала старшая сестра Анна. И это один из немногих документов, который, будучи рассекречен, позволил историкам наконец узнать правду о многих фактах биографии Ленина. Анна Ильинична, например, не считала нужным скрывать еврейские корни в семье Ульяновых. Александр Бланк, дед Ленина по материнской линии, был крещенным евреем. Сестра Ленина утверждает, что крестил Бланка в православной церкви никто иной, как представитель знаменитой русской династии, князь Александр Голицын, и объясняет, почему. Оказывается, дед вождя мирового пролетариата был незаконорожденным сыном Голицына. Благодаря этому пикантному обстоятельству жизнь дедушки Ильича складывалась весьма удачно. Он получил великолепное образование, сделал завидную карьеру и заключил удачный брак. Незаконорожденный сын князя Голицына выгодно женился на немке со шведскими корнями Анни Гроскопф. Выйдя в отставку с должности медицинского инспектора госпиталей государственного оружейного завода в Златоусте, доктор Бланк приписался к Казанскому дворянству и приобрел имение Кокушкина, став помещиком средней руки. Анна Ульянова пыталась придать огласке эти семейные факты, но пришедший к власти Сталин посчитал, что пролетариату совсем не обязательно знать лишнего о предках вождя. Теперь о маленьком Ленине, который, как все последующие поколения юных строителей коммунизма, бегал в валенках по горке ледяной. Создавая биографию своего брата, Анна Ульянова не посчитала нужным скрывать, что Володя был крайне болезненным мальчиком. Ходить начал в три года только, и в раннем детстве у него случались истерические припадки. Обладая маленьким хрупким тельцем и слишком большой головой, маленький Ленин, как пишет его сестра, часто терял равновесие и бился этой самой головой, обо что ни попади. Но какие могут при этом быть катания в валенках с ледяной горки? В лучшем случае большеголовый мальчик наблюдал за теми, кто это делал из окна своей комнаты. Несоразмерная голова, тем не менее, сослужила ему хорошую службу в гимназии, где Володя Ульянов стал первым учеником. А директором гимназии, кстати, был Федор Керенский, отец будущего главы Временного правительства Александра Керенского. Директор высоко оценивал способности Ульянова, что, тем не менее, не помешало ему поставить в аттестат Ленина четверку по логике. И остальные были все пятерки. Парень шел на золотую медаль. Но эту самую золотую медаль ему не дал получить отец будущего главы Временного правительства. Свет на биографии взрослого Ильича проливают воспоминания его жены, Надежды Крупской. Она тоже в свое время подверглась жестокой цензуре ее записке о Ленине, дабы не испортить облик вождя пикантными подробностями. В частности, Крупская вспоминала, что до революции Ильич неплохо выпивал, а хорошенько приняв на грудь, обожал дразнить собак. Цитирую Надежду Константиновну, «Раздавался надрывный вой собаки. Это Володя, возвращаясь домой на веселе, всегда дразнил соседского пса». Кстати, она же пишет, что пить Ленин бросил в 1921 году из-за болезни и больше к рюмке не прикладывался. Известно, что в 1903 году Ленин отправился в первую свою эмиграцию в Швейцарию. Но от трудящихся долгое время скрывалось, что в Женеве, прежде чем поселиться в рабочем районе и быть поближе к европейскому пролетариату, он снял квартиру в квартале красных фонарей. «Надо было видеть, с какой неподдельной радостью веселился там Владимир Ильич», вспоминал его товарищ по партии большевиков Бонч Бруевич. «Этот факт ленинской биографии увековечен барельефом на средневековой башне Молар в центре Женевы. На нем женщина тянет руки к веселому мужчине с бородкой клинышком». В общем, любил мужик с бородкой и дамское общество и выпить, как и полагается, потомку князя Голицына. А еще Ильич был мастер ругаться. Историк Бердяев назвал Ленина гением бранной речи. Вот буквально несколько строк из письма Ленина Сталину и Каменеву от 4 февраля 1922 года. «Всегда успеем взять говно в эксперты. Нельзя подтягивать швали сволочь, не желающих предоставлять отчеты. И дальше. Приучите этих говняков серьезно отвечать». Предполагаю, что в устной речи Ленин позволял себе выражение покрепче. Ну и последнее, что мне удалось выяснить для сегодняшнего выпуска рубрики «О чем не рассказывают в школе». Слухи о том, что у Ленина был сифилис, не соответствуют действительности. По свидетельствам лечащих врачей и комиссии, созданной в 70-м году, а также современных специалистов, у Ленина был атеросклероз мозга. А слово «сифилис» кто-то из умников вычитал в дневнике профессора Григория Россолиму, который, осмотрев больного Ульянова, записал. «Положение крайне серьезное. Надежда на выздоровление явилась бы в том случае, если бы в основе мозгового процесса оказались сифилитические изменения сосудов». Вот отсюда и пошла нелепая версия о венерическом заболевании Ленина. Вот такая сегодня история в рамках рубрики «О чем не рассказывай в школе». А то, что мы вам рассказали, действительно в школе нам не рассказывали. Это шоу «Почти дома». Вечерняя программа Радио Руисей.